На месте крушения аэробуса не прекращают работу российские спасатели, их египетские коллеги. Они обследуют буквально каждый сантиметр. Базовый лагерь МЧС охраняют военнослужащие Арабской Республики. На севере Синая, как известно, идет масштабная операция против боевиков. Чемоданы, пассажирские кресла, документы, детали обшивки. Все это находит на значительном расстоянии от места падения самых крупных частей лайнера. Поиски осложняют непростой ландшафт. Относительно ровная местность перемежается холмами и расщелинами с перепадами более 100 метров. Зона поиска расширена до 30 квадратных километров. В настоящее время работа спасателей МЧС России осложнена в труднодоступной местности. Один из фрагментов обнаружен в Ложбине, где спасатели работают при помощи альпинистского оборудования. Официально представитель египетского правительства сообщил, что процесс расшифровки найденных бортовых самописцев займет от одной до четырех недель. Между тем специалисты и СМИ продолжают строить предположения относительно причин катастрофы. Рассматривают все версии. Американские телеканалы CBS и NBC сообщили, что спутник США с инфракрасными датчиками зафиксировал в момент падения лайнера тепловую вспышку над Синаем. Журналисты считают, что такие данные могут свидетельствовать о взрыве топливного бака или двигателя в результате механической поломки либо о срабатывании бомбы. В свою очередь, британская газета «Индепендент» со ссылкой на источник в следственной группе, занимающейся выяснением обстоятельств трагедии, говорит, что самолет не был поражен ракетой. Продолжение следует...